сейчас мы первую пару кабанов будем убирать но не прям сейчас туда-сюда и будем убирать наверное двух отсюда уберем вот этого кабачика и наверное вот этого тут есть или вот тоже неплохой то есть растут хорошо вопросов нету сейчас я вам покажу именно то что у нас но на бойне но в сарае что сделали что подделали что успели что не успели все покажу все расскажу этих никуда не девал так как были так и есть и здесь пара тоже отходил кстати обезьяну покрыл обезьяна у нас покрыта покрыл ее йоркширом обезьяну ну что поросят а если что были чуть меньше чем петрами то есть на первый опорос будет нормально йоркшир и также хочу ну наверно скажу заранее кому будет интересно жду пообещали мне ну где-то наверное месяц может чуть больше здание повторюсь здание датскую f1 не одну штук 3-4 пообещали привезти по цене не знаю когда будет тогда все расскажу покажу пока их нету то есть заранее скажу что наконец-то моя мечта сбудется и мне привезут эфочки настоящие пачки привезут комплекса то есть буду поставки будут на комплекс и пообещали сделать не получится не получится не знаю но надеюсь что все вы горит хорошо и будет у нас даст бог датский f1 йоркшир вандрас дания ну ждем как будет буду показывать рассказывать а пока это я так поделился новостью может кто порадуется потому что почему я именно вот эти f1 f1 датской генетики найти свободной продажи но я бы сказал наверное ну для меня нереально я уже везде где уздавал где пробивал нереально кто меня знает лично кто со мной общается тот знает откуда примерно ноги растут кто привезет но кто не знает просто когда будет я покажу это я так поделиться новостью даст бог все получится и все выгорит и будет у нас тасская линия эпох настоящих друзья насчет кряка передумали пока продавать или сдавать вернее пускай еще покроет нормально он полностью выздоровел пускай тогда работает что его сдавать по кантура мунац как мы можем наблюдать всех покрыли сейчас я ваш куда печенье перепала короче получается здесь всех я свиноматок они все свинки оставил их на свиноматок здесь у меня три в другом месте одна короче по канторам две канторши покрыл дюрком одну петреном и одну ёршером покрывали всех повторно повторно покрывали на первый день и на второй день хочу узнать какие будут двух пород которых дюрок петрен и фиканторов вернуть допустим тем же петреном и так же вернуть если тоже породу дюрок какие будут и так же добавил ёршера в одну покрыл ёршером потому что узнать какой будет трёх породный гибрид ёршер билот петрен так что и когда покрывали двух больших канторш кнопа вон кнопа она самая маленькая тоже хорошо гуляла стояла и как-то жалко её стали стала короче и покрыли кнопку там что будет то будет хорошая такая стоит хорошо и везде крутится других покрывали она как просила чтобы её покрыли короче кнопу тоже покрыли все эти покрыты по бойне мы уже все тоже по плитке закончили швы промели швы все забиты ждем пока высохнет потом будем вымывать плитку потому что она сейчас серая от смеси вот мы засыпали вот такой смесь мелкой и она получается плитка серая также мы сюда установили холодильник для мяса для охлаждения мяса зачем сейчас будет у нас муха начнет появляться муха то есть сделали харакири кабанчика и положили в холодильник я хочу сделать чтобы можно было подвешивать две полутуши или просто одного или двух небольших по полочкам разложить тут тоже полочки есть просто надо их поставить будем вымывать и будем ставить холодильник вместительный пробовали сани туда вдвоем залазить и еще можно сунуть два мужика тоже туда то есть четыре человека помещается тут получается вентиляторы вентиляторы нагнетают холодный воздух ну то есть как кондиционеры охлаждает температура выставляется любая то есть там он датчик выставил температуру какую надо и без вопросов начинает работать то есть вот у нас когда идет процесс сложили туда мясо заказали две полтуши мы утром сделали дело человек приехал вечером забрал или так само с утра по чекры жили по частям разложили там мясо затки лопатки сало все и вечером там или после обед или ближе к вечеру отвезли на магазин то есть оно здесь охлаждается и потом уже дальше обычный рабочий режим получается столешню мы обрезали чуть-чуть сделали ну а так уголок остался я хотел там добавить потом думаю не буду там может быть здесь добавлю чуть-чуть столешницы удлиню может быть не знаю по сараю по сараю друзья мы сделали тут а покраску покрасили вот таким вот цветом пошпаклевали и покрасили сначала начали красить было голубое цветом сейчас может даже и покажу где то вот цвет еще остался голубенький нам показалось как бы не то пальто и решили закатать короче в голубое добавили коричневого три тюбика и вот такой цвет вышел какой-то серо непонятно какой серо-сиреневый вот так также установили дверь в сам сарай сейчас я их закрою вот эти установили которые я покупал бэушные кто помнит ну единственное здесь надо сделать приколхозить закрывачки и покрасим тоже короба белым вот здесь ну я там кое-что придумал вот раз открыл оп закрыл ну а здесь обычная дверь тоже бэушка это у меня в первый коридор была дверь стояла Боря поцарапал вниз ну вымыем почистим и тоже я наличником оббил и тоже покрасим белым цветом сам наличник здесь и здесь тоже ну чтоб не сильно отличалось в комнате мы сейчас клеим вот такие вот квадраты на потолок подвесной ну вот это дешевый брали сегодня квадратики 1 квадратный метр 35 гривен купили 8 квадратов и купили клей то есть по затратам не сильно так уж и этот ну а на вид так уже более-менее свеженько приятненько и сейчас буду здесь набивать тоже наличник на дверь мы позамазывали позакрашивали и будем тоже набивать наличник полы подсыхают то есть более-менее уже будем у меня на поле есть линолеум у меня квадратов 25-30 хорошего толстого линолеума это еще до ремонта у меня был дома я делал ремонт постелил ламинат и весь линолеум свернул и положил на чердак то есть линолеум у меня есть два вида разного я сначала сюда хотел потом подумал тут дрова зачем надо этот линолеум тут и сделали плитку думаю тачкой заезжать выезжать там дрова смаживать или бочки катать то есть вот так тут плиткой нормально получилось ну а по дверям которые я брал это двери я кто еще не знает покупал 500 по моему 500 гривен дверь бэушную поставил деревянный короб сюда вот таким образом почистим покрасим будет нормально тут короба не было просто дверь но она дверь двойная то есть если взять тут замок чуть заедает взять допустим вот ее вторая половина в той двери вон той вот эта вторая половина можно еще куда-то поставить это я ее за 500 гривен покупал ну а это моя то есть я сюда и думал и для нее сделал проем то есть все предбанник грубо говоря готов ну только котла не хватает котел поставим но то уже отоплением отдельно будем заниматься я там еще думаю как проще сделать отопление проще и дешевле тут а по потолку ничего не будем делать так наверное будет ну короче тут уже все получается эта комната готова эту мы сейчас сделаем тут а доклеим у меня сюда уже есть диван тоже стоит надо уже куда-то его выносить то есть положим диван ширина дивана как раз залазит сюда к стенке диван и когда сидишь на диване или там кто-то пришел гостей приехал по поросят потолок вот эта часть где тут от 2 метра не будет мешать сел на диван и все то есть диван как раз сюда помещается отлично и также у меня вон там тентом накрытая часть старой кухни тоже до ремонта кухню какую часть позабирали кому надо было и осталось у меня там пол кухни то есть нижние ящики верхняя столешница все есть я хочу эту кухню на 2 ящика нижних то есть у меня столешницы 2 метра поставить где-то здесь столешницу и пару ящиков и там в углу вырежу мойку поставлю мойку кран канализации туда и подведу сюда воду тоже ну не знаю верхние ящики может быть вешать не буду а может повешу там что-то какое-то лекарство туда положить еще что-то все таки там кабинет свиновода все должно быть окно пока такое будет может быть не знаю поставлю обычное закажу чтоб половинка открывалась тут культурно с подоконником сделать здесь будет батарея большая ну то есть вот так вот сейчас холодильник работает работает гудит это проверяем ну холодильник согласитесь в любом случае надо в любом сейчас лето бегать с этими кусками бегом бегом с этой мякотью не остывшей а так положил остыло потом дальше работает в обычном режиме также нам писали вам надо музыку или радио купил я такие две колоночки Саня до телефона подключает слушает музыку но у нас есть и радио то есть вот так думаю все показал все рассказал поэтому сарай ну мы хотим как у нас какие планы закончить полностью входную часть здесь мы уже сделали где котельня и сейчас по комнате тут доделаем все поставим ящики диван доклеим потолок и отсюда уходим и все заходим в этот сарай в основной сарай и тут кстати вешалка будет грязная обувь зайти управиться какие-то там типа калоши и вешалочка для грязных вещей потому что проблема это все то в первый коридор то еще где-то это будет у меня все здесь и после этого после этого всего замок глючит надо новый ставить поставим после этого всего и заходим уже сюда заходим сюда клетки изготовление металлических клеток и заливка ну и дальше вода то есть ну тоже буду показывать по мере возможности вот так друзья то есть все что есть показываю рассказываю все вот так делаем сарай как можем так и делаем не спеша ну как не спеша мы каждый день работаем просто что не сильно быстро но все получается хочется же нормально то есть по затратам пока мы ничего и затраты не было двери те которые я покупал в прошлом году бывшие они у меня внесены туда в сарай это мои двери я для них в проеме дело но я купил единственный наличник и вот этот потолок подвесной это я потом допишу посчитаю ну не буду писать по 500 по 1000 рублей вот к примеру работает делаешь закладку выключился все не работает закрываешь заработал так само здесь выключил открыл заработал закрыл заработал заработал и холодильник я не покупал это я привез его со своего магазина когда он у нас там был не востребованный я его покупал давным давно не помню даже сколько год назад на магазин и держали тут напитки летом сейчас он там не надо потому что и так много света мотает а за киловатт в магазине платим если я не ошибаюсь 4 гривна за киловатт да 4 да то есть ну там не надо тут то дома дешевле поэтому решили как бы его сюда да и тем более он здесь надо все друзья такие у нас новости будем дальше мне сейчас внутреннюю часть делать наличники внутри а сами доклеивать квадраты и потом переходим дальше на большой сарай туда ну там уже как заборемся там уже не на один день сварка заливка и так дальше показал я сами показал что мы делаем все показал да и квадраты и планы наши рассказал все а какие планы ну по работам построительным что в будущем делать что хотим туда диван сюда кухоньку туда 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 все канашечку хорошая комнатка да ну вот так Саня выходит с кабинета закрывай Саня дверь ну типа ты вышел все уже пошел а туда куда пошел туда куда пошел туда туда пошел все вот так вот видите чики-дрыки все выходит просто и эхо появляется эхо 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 в каждой комнате эхо ну они же пустые а и здесь может быть в этом в этом помещении в котельне в котельной коридор предбанник может или олив или лаком скрыть УСБ вот это тоже не знаю ну хотя тут сажа будет можно по-любому что это дым УСБ скрыть чем-то таким дешевле вот так друзья так что но у нас особо такого ничего нету делаем показываем порожняки гонять не охота а хочется что-то ну конкретное сделал показал а не так а бы считалось сарай поменьше длину конечно меньше стал но все равно большой все всем пока как-то тут а непривычно для взгляда тут а мы потом просто побелим известью а нижнюю часть плиткой вот тут а там нижнюю часть думаем пока а Вход в сарай уже готов.